Друзья, ну вот тот самый автомобиль, на который мы с вами собирали средства, в нашем буханочках. Скоро он отправится туда, где он будет спасать жизни нашим ранним. Я хочу вам сказать, что благодаря вам мы сумели собрать средства не только на этот автомобиль, но и еще на один. И скоро тот тоже отправится туда же. Мы от всей души благодарим вас за вашу отзывчивость, за ваши добрые сердца, за наше общее с вами желание победить. И если мы так будем действовать и дальше, то мы обязательно победим. Будьте здоровы и с Богом! Здравствуйте! Меня попросили высказать свое отношение к молодежному сериалу «Слово пацана». Я, конечно, немножко глянул на этот сериал, но как обычно. Знаете, не обязательно смотреть весь сериал, чтобы понять, что он из себя представляет и для чего он создан. Как не обязательно есть яйцо целиком, чтобы понять, что оно тухлое. Но я вот так подумал, что высказываться об этом сериале как о чем-то таком частном каком-то явлении, я думаю, было бы не совсем правильно. Потому что это одно из маленьких, маленьких, я подчеркиваю, но многочисленных проявлений той масштабной, огромной, глобальной, можно сказать, информационной войны, которая ведется против подрастающего поколения. Почему нужно именно подрастающее поколение? Ну, потому что это те, от кого потом может кто-то родиться и появится новое поколение людей. И так люди будут дальше жить из поколения в поколение. Нужно обязательно для кого-то, считается очень важным сейчас, прям насущной необходимостью, прервать вот эту преемственность. Чтобы, во-первых, не было преемственности традиций, здоровых духовно-нравственных традиционных ценностей. А во-вторых, чтобы не было вообще преемственности из поколения в поколение, чтобы на каком-то поколении заканчивался род, чтобы люди вырождались. И таким образом, чтобы уменьшалась вообще численность народонаселения. И не только у нас в России, а вообще в мире. Давайте не будем забывать о том, что сейчас осуществляется масштабный, планетарного масштаба мероприятие по снижению численности народонаселения на планете до полутора-двух миллиардов человек. Кто-то решил, что людей слишком много, и нужно обязательно от них избавляться. Нужно оставлять только такое количество людей, абсолютно деморализованных, забывших о своем человеческом достоинстве, желающих только, как говорил Достоевский, жрать, спать, гадить и лежать на мягком, чтобы они, в общем-то, жили вполне так вот, по-животному, по-скотски. И обслуживали интересы тех, кто вот этот сейчас порядок вещей в мире выстраивает. Такая вот есть заветная цель. Эту цель преследуют люди, которых уже достаточно давно, люди, которые помнят Советский Союз, знают, что это довольно-давно распространенное наименование всей этой достаточно многочисленной группы людей, которые так злоумышляют по отношению ко всем остальным людям в мире. Это серьезности. Планы их давно известны. Вот вы можете как угодно относиться, скажем, к имени Сталина и к нему самому, но вообще еще в 1939 году он, который к тому времени практически избавил руководство страны от присутствия в нем нашей страны, Советского Союза. И из-за этого его люто возненавидели и ненавидят до сих пор. И именно поэтому они создали всю эту мифологию, связанную с его именем, и, в общем-то, начали активно вмешиваться в нашу внутреннюю и даже внешнюю политику сразу после смерти Сталина. Так вот, Сталин в 1939 году еще сказал такую вещь. Это было сказано в 1939 году, чуть ли не сто лет тому назад. И я думаю, что это абсолютная правда. Потому что Иосиф Виссарионович стоял у истоков русской революции. Он с ними со всеми имел дело лично, он с ними лично был знаком. И поэтому все их планы ему были очень хорошо известны. И именно благодаря ему, его вот такой непопулярной сейчас в нашем народе активности, мы были тогда избавлены от этой идеи подчинения России этому статистическому плану. И именно благодаря этому мы совершили мощный рывок в индустриализации нашей страны. Мы победили мировой фашизм, нацизм. И на этой инерции мы сохранились до сегодняшнего дня, как относительно независимое государство. Именно относительно, потому что эти люди, они никогда не оставят своих планов по внедрению в руководство всех государств, в том числе и нашей страны. И у них это, в общем-то, получается. В 90-е годы у них это очень хорошо получилось, даже еще в советские времена. Вот, поэтому формирование самосознания, когда-то и советского народа после смерти Сталина, и во времена перестройки Горбачева, и в Ельцинские времена, и сейчас, к сожалению, в наши времена, происходит под их очень сильным влиянием. И вся медиапродукция, именно потому что все средства массовой информации в России принадлежат им, создает такую ментальную атмосферу, в результате которой все наше подрастающее поколение, то есть наше следующее поколение, наше будущее, должно быть деморализовано. Чтобы они забыли про те духовно-нравственные ценности, на которых жила наша страна, весь наш народ и народы, коренные народы России, тысячу лет. И одним из проявлений этой активности является сериал «Слово пацана». Да, там делается все, чтобы всеми психологическими средствами, всеми видеорядом, всем внешним впечатлением и сюжетом последовательности развития событий привить криминальное самосознание нашим подросткам, которые так склонны его воспринимать. Всегда во все времена подростки очень склонны воспринимать криминальное самосознание, противопоставлять себя всему конструктивному, полезному, положительному и так далее. И если это довести до кипения вот такими продуктами, медиапродуктами, как этот сериал «Слово пацана», то тогда мы можем получить очень серьезный урон для нашей страны, для нашего народа, нашего будущего. Мы же с вами знаем прекрасно, что вот сейчас уже нет ни у кого иллюзии, что мы живем в военное время, идет война. Ведь та информационная война, которую эти люди ведут против всего рода человеческого, уже очень давно, а в послевоенное время, особенно, когда Россия победила в Великой Отечественной войне, они были разозлены до невозможности, они возненавидели нашу страну, наш народ лютой ненавистью. Поэтому у них самое заветное желание, ну просто истребить весь наш народ, всех нас с вами. И если мы будем вот такими телезрителями, сами, и будем позволять нашим детям сидеть у телевизора или у экранов монитора и пялиться в эти сериалы, то тогда, ну, нашей стране конец, нашему народу конец. Наши парни, которые сейчас бьются на полях сражений на Донбассе, они зря стараются. Потому что сейчас, когда там происходит очевидный перелом событий, и уже не за горами наша окончательная победа вот в этой горячей войне, которая там началась, в войне, которую мы ведем именно против этих ребят, не против Украины, нет. Нет. Бедные украинцы выступают просто живой силой этого противника, живой силой европейского проекта. И нам приходится эту живую силу уничтожать. И самим даже погибать ценой собственной жизни. Мы сейчас защищаем остатки того, что осталось от нас национального, русского. Русского в том смысле, что мы все здесь, кто живем в России, мы все русские. Мы русские татары, русские удмурты, чуваши, русские евреи, русские башкиры, русские чеченцы. Мы все здесь русские сейчас. Мы сейчас защищаем вот эту русскость, которая является носителем здоровой духовности. И если мы живем в России, на которую сейчас ополчился весь этот осатаневший Запад, во главе которого стоят... Значит, мы все русские. И мы сейчас должны с вами здесь, в тылу находясь, сплотиться именно вокруг этой нашей общей русскости, которая несет свет этому миру. Свет и историческую перспективу. Потому что если не будет вот этой русскости на планете Земля, эта планета Богу будет не нужна. Мы должны сейчас защищать всячески наше подрастающее поколение от этого убийственного для него контента, наполнения медиапространством. Чтобы они не воспринимали эти впечатления, чтобы они ни в коем случае не прикасались к этим сериалам. Вы же видите, какие последствия уже мы имеем. Уже подростки сбиваются в целые банды. В Татарстане, например. Вы же видите, что сейчас всполошились все родители и уже завалили Следственный комитет и прокуратуру заявлениями. И Следственному комитету сейчас, нашим правоохранительным органам, приходится принимать экстренные меры, чтобы обезопасить наших детей от этого сериала, который был снят на бюджетные средства. То есть на наши с вами деньги. Представляете? Из государственного бюджета. Это на каком уровне в руководстве нашей страны происходит продвижение этих... Это оружие массового поражения. Здесь у нас, в тылу это происходит. Мы не должны быть с вами тупыми потребителями этого контента. Сами, мы взрослые, мы должны сами себе отрезать эти внешние впечатления и учить наших детей жизни без телевизора, без интернета, без социальных сетей, новостных лент, без сериалов, без компьютерных игр. Чтобы мы сохраняли свою человечность. Сами и передавали эту человечность нашим детям. Потому что если мы останемся вот такими бездумными потребителями всего этого, всей этой брюквы информационной, ну тогда мы проиграем. Даже если мы победим на полях сражений на Донбассе и проведем эту так называемую деноцификацию и демилитаризацию Украины успешно, как собирались, то мы все равно проиграем. Мы проиграем вот здесь. И наши парни зря положат там свои души. Сейчас мы должны с вами, вот всей нашей страной объединиться против нашей общей беды, которая имеет огромную температуру вот там на Донбассе. Нам наших детей надо сейчас перенаправить туда, чтобы воспитывать в них патриотические чувства и желание активно помогать сейчас побеждать всем нам и нашему воинству. Там. Там решается сейчас судьба и нашей страны, и всего мира. Поэтому мы дома у себя должны говорить об этом. Мы должны сами, если у нас есть хоть какие-то средства, помогать фронту, тем, в чем нуждаются наши бойцы. Мы должны это делать. И наши дети должны видеть, что мы этим занимаемся. Наши дети должны принимать в этом активное участие. В сборе каких-то средств, в изготовлении каких-то простых предметов потребления, которые так необходимы там на фронте. Мы должны сейчас все, как в годы Великой Отечественной войны, объединиться под лозунгом «все для фронта, все для победы». И это «все для фронта, все для победы» должно выражаться в том, чтобы этого фронта не было здесь, чтобы мы здесь не падали жертвами информационной войны, которая ведется у нас в стране, в тылу, в масштабах всей нашей огромной, великой страны. Эта война ведется в интернете, в телевидении, в FM-диапазонах, во всех печатных средствах массовой информации периодически. Вот меня недавно спрашивали, если искусственный интеллект сейчас завладевает умами и сердцами людей, то какое убежище сейчас от него, от искусственного интеллекта? Да для нас, для всех сейчас единственное убежище – это церковь. Это наша, русская православная церковь, которая так же оболгана и оклеветана в умах и сердцах людей, как вот тот самый Сталин, чье имя мы сегодня упоминали. Да, конечно, мы из этой и горячей, и холодной войны выйдем с большими потерями, но и с большими приобретениями. Мы станем другими. Наконец-то мы станем другими. Потому что такими, какими мы были до этой войны, нам оставаться нельзя. Мы такими не нужны ни Богу, ни этому миру. Ведь не зря в наивысшая температура противостояния сейчас добра и зла Бога и дьявола происходит именно на территории исторической России, как это было всегда. Потому что именно здесь находится в средоточии добра, вернее, его остатков в виде нашего православия, против которого не имеют ничего против и мусульмане. И даже иудеи, которые живут на нашей территории, они знают все прекрасно, что наша страна создана церковью. И эти люди, исповедующие другие религии, они могут мирно сосуществовать только потому, что государство, образующее этнос, русский народ исповедует православие. Поэтому они в этом заинтересованы в сохранении и укреплении православия как базовой духовно-нравственной ценности для и русского народа, для всех православных, кто живет на нашей стране, и для всех остальных, которые живут на территории России, как основы нашего выживания. Православие – это основа нашего выживания. Мы должны сейчас этому учить наших детей, делать это грамотно, аккуратно. Сейчас есть прекрасный православный интернет-контент. На телевидении, конечно, сейчас ничего хорошего про православие не услышишь, но есть в интернете прекрасные и видео, и аудиоматериалы, которые позволяют привить вкус нашим детям именно к этому здоровому содержанию, которое могло бы стать содержанием их души. Ну и, конечно, я вам от всей души рекомендую слушать радиоподвижник. Скачивайте на свои гаджеты, приложение наше, радиоподвижник, и пусть оно круглые сутки у вас играет для ваших детей. И наша музыка, и все, что там говорится, о чем рассказывается. Там есть все, что нужно родителям для того, чтобы научиться оберегать своих детей от таких ужасных вещей, как снова пацана. Редактор субтитров А.Семкин